Восьмое число, девятое число и кусок десятого числа. Там говорят, что какое там РНЖ, когда просто невидимые машины и тона багов. А РНЖ заключается в том, что эти машины, они спавнятся, появляются в разных местах и никогда не угадать, когда приедет машина. У них нет определенного паттерна, и тут уже настраивают игру Animorphs. Animorphs, точно. Если кто не знает, слово Animorphs, это... Animorphs, это вообще такой человек, который может превращаться в животное. Но, к сожалению, я не знаю, что это вообще за игра и что тут сейчас будет происходить. Надеюсь, в этот раз мы обойдемся без безумных машин. Очевидно, какое-то животное удовольствие сейчас будет происходить на экране. С альпакой. А вы... Age of Empires, это же стратегия, да? Да, Age of Empires это стратегия. Причем, я смотрю, демонстрация отдельных миссий. То есть, будет не стопроцентно, а именно скоростное прохождение отдельных миссий, да. Вообще, насколько мне известно, Age of Empires вторую часть проходит вообще чуть ли не за 8 минут. И вообще, на самом деле, на Age of Empires стоит обратить особое внимание, потому что это чуть ли не единственная, по-моему, стратегия, которую здесь будут спидранить. И вообще, на самом деле, стратегии не столь популярны, как, например, платформеры или шутеры или RPG для прохождения на скорость. Поэтому советую вам позвать своих друзей и, может быть, даже родителей, чтобы все такие посмотрели, вау, это Age of Empires. Стратегии, они неоднозначные в плане спидранов, на самом деле. Если брать, например, какие-нибудь старые консольные стратегии, где искусственный интеллект был не так хороший, где, по сути, все его действия, скажем так, укладывались в какой-то паттерн, укладывались в какую-то закономерность, то новые стратегии, более-менее современные, здесь уже искусственный интеллект стал получше и более непредсказуемым стал. То есть это не то, чтобы RNG, это действительно, скажем так, действительно действия искусственного интеллекта, поэтому стратегии не особо популярны. Проходят тесты последние. Да, да. И пока что проходят тесты, мы можем немножко пообщаться с чатом. Я почему-то не вижу в чате моего самого любимого на свете Ника Нехороший Человек 93, который иногда... Как не видишь? Но его нету его. Как? Он тут спрашивает, меня ищешь? А, вот он, я его не заметил. Точнее, ее. Уважаемый Ник 93, ты мог бы зайти, могла бы зайти на свой второй Ник Сладкий 93. Я думаю, модры, которых, кстати, сейчас нету. О, нет. Я только что сказал, что у нас нету модры в чате. Да есть и нас модры, успокойся. Там деликатес еще сидит. А, деликатес подсоединился, да. Почему-то, кстати, началось все с ввода пароля. И нам не объяснили, почему он ввел пароль, и что этот пароль, собственно, активирует. Л-О-Б, пароль был, и там нули везде. И, в общем, интересно. Олд Ромео, нет. Олд Ромео, нет. Нет, сразу, сразу, тайм-аут. Ой, блин, не того. Дело в том, что я не успеваю. Блин, анбам. Все. Олд Ромео пока что нет. Нет, нет. Все, 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 все. Забей, там сидит модератор, и он все это делает. Все, все, хорошо. Предоставлю это дело деликатесу. Итак, началась игра. Господи. Он бегает к собакой. Объяснений этому нет, и кажется, это Джей РПГ, в которой главный герой превращается в животных. В собаку? Для того, чтобы биться с другими животными. Также он вроде превращается в афроамериканского парня, который превращается в собаку, это какой-то символизм. Первоначальная форма. Он говорит о том, что надо получить змею, потому что змея, она быстрее всего передвигается. Змею заметить, что менюшка в этой игре очень похожа на менюшку в игре Покемон. Да, у нас опять трэш, потому что это финальная игра в блоке Awful Games Dunk Week. И, кстати, она... Эстимейт на нее 40 минут. Кстати, да. А игра-то 2000-го года. То есть она, в принципе, могла быть создана под впечатлением от Покемонов. Говорит о том, что он не может превращаться в других людей, что, кстати, довольно-таки логично. И если он попытается превратиться в другого человека, как он это сделает, мне интересно, он сразу же умрет. И сейчас он от... Он только что... Вот эта вот странная синяя штука его только что вот начала натягивать, просто как нуба, и он начинает убивать. Суть в том, что моб, которому он сейчас бьет, он не атакуется. Он просто не принимает вообще никакого урона. Это, походу, баг. Видимо, вот в этом вся суть, скажем так, почему эта игра в этом блоке. Да, и он только что... Начинает заново. У него есть на выбор три животных, с помощью которых он может бить этого ужасного синего... Непонятно что, панк смея. А в этот раз он подошел к тому же самому монстру на том же самом месте, тем же самым существом. И, собственно, убил его. Да, подсказывают, что аниморфы — это такой сериал в США, был молодежный. Также отсылку к этому сериалу можно было найти в такой замечательной игре, как To The Moon, в том эпизоде, где главный герой был в библиотеке и общался со своей девушкой. Я, к сожалению, не забыл, какой ее зовут. Позор мне на самом деле, позор. И там была отсылка к этим аниморфам. Это даже книжки такие есть по этой вселенной, походу. Это отдельная вселенная, получается. Собакой натягивает кенгуру. Кенгуру, что ты делаешь? Ха-ха-ха, прекрати. Есть, например, матч-апсы, и они вроде бы существуют, но борьбы в общем-то довольно рандомные. Ой-ой-ой, просто вот опять этот синий змея панк, или что это, страус? О-о-о-о. Ну он выиграл, выиграл. И походу тут, когда он побеждает какое-то животное, он может в него превращаться, и сейчас он с помощью козы пытается выиграть слона. Ай, моська, знаете, она сильная. Да. Шимпанзе против слона. И, кстати, неплохо так навешивает. Интересно, а тут есть видео, где будет... Змея, давай, да. Да, он выиграл слона. Молодец. Интересно, а тут будет битва тигра с козлом? Тиграмур против козла Тимура? Ха-ха-ха, делаем ваши ставки, господа. Ривер, ривер, да. Спасибо, Кат, что ты мне напомнила. Я реально просто, да. Позор мне. Позор. Слон, который бьет слона, и походу не убьет. Нет-нет, это волк, это волк. Змея снова добивает волка. Змея добивает волка. Как же прикольно двигается эта змея, блин, просто. Это можно смотреть бесконечно. И сейчас он быстренько с помощью волка убьет обезьянку. Куда смотрят защитники животных? Килл за анималс, килл за анималс. Кангару. Итак, он сейчас берет, взял этого, мора, возможность превращения в кенгуру. Я на самом деле не понимаю сюжета и смысла этой игры. Какая разница, тут обезьяна сражается со слоном. И кенгуру сражается со слоном. Я видел это только в одной игре. Эта игра была Zoo Race на библейские мотивы, когда животные бегали на перегонки. О-о-о-о. Нет, все-таки победил. Опять змея. Да, опять змея. Змея тащит. Кстати говоря, деликатес. Я заспамил случайное имя, но у меня друзья в ВКонтакте закрыты. Еще и ВКонтакте меня нужно найти. Ха-ха-ха-ха-ха. Снэйк. Это снэйк. Да, олдфаги помнят, олдфаги помнят. Это, если кто не понимает, это шутка из баджера. Баджер, баджер. Ну и так далее. С помощью слона он убивает собаку, а собака не убивает. Нет, нет, собака не убивает. Собака не убивается. Потому что опять этот баг, когда монстры не принимают урона. А нет, начался проходить урон. Да и закончился тут же. Ну и тут же закончился. И змея закончилась. Гейм овер. Но он начнет с этого же места, по идее. Пароли здесь так работают. Нехороший человек 93 пытается мне угрожать. Ну, я думаю... Да, он победил, победил все-таки. И получается, главное, что может запороть этот спидран, это вот именно этот непонятный баг, когда не проходит урон по врагам. Айрн-жи. Айрн-жи, нью. А вот я понять не могу, что это за синее животное. Это хорг-бажир. Или хок-бахир. Это что такое вообще? Да какая разница? Ты что, глупый? Там написано хок-бахир. Что это такое? Это похоже на страуса с человеческим лицом на самом деле. Деликатес не смей. Деликатес не надо. Я и так вчера заспамил... Ты бы не поделал. О, опять этот баг, опять этот баг, но он прошел. Он как-то, как-то его... 5, 10, 5. Он убил собаку. И убил обезьяну. А, нет, обезьяна жива. Обезьянка, живи. Теперь он побеждает кенгуру. Да, и к этому, говорит, нельзя подготовиться, потому что это может в любой момент вылезти Да, Mr.KillShot, сейчас идет блок прохождения плохих игр И все просто даже сами спидранеры сидят и угорают с того ужаса, что происходит у нас на экране Вчера примерно то же самое было на игре Battletoads Кто вчера не смотрел Battletoads, обязательно дождитесь конца марафона и посмотрите повтор Потому что вчерашний ранд Battletoads вызвал такую волну хайпа, что в студии сидели три человека у нас в студии И крик стоял, я не знаю, на всю Москву Да, да, и так же, по-моему, если не ошибаюсь, чат штурмовали Блицкригом немцы из немецкого рестрима Чат штурмовали Блицкригом немцы, а потом наши зрители штурмовали чат французов, о, не французов, испанцев Насколько я помню, но деликатес, по-моему, об этом знает Эйдж оф мифологи, по-моему, не будет, но на нее тоже есть спидрана Эйдж оф мифологи нет, не будет Кстати, очень хорошая игра, на нее есть спидрана, очень качественная, но ее в этом году не будет Нам говорят, что это не баг, а просто, по ходу, нужно подбирать подходящий тип атаки Но, понимаешь, один тип атаки работает, 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 а потом внезапно перестает И вообще, что происходит Ну, вообще, на самом деле, какая разница Да Лев против льва, ой, лев против слона, и лев, кажется, побеждает Лев натягивает слона Нет, он выиграл, 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 выиграл Хорошо Есть, у нас есть лева Надо теперь взять тигра и козла Это летучая мышь Если бы эти спидранеры были бы русскими, они бы, я думаю, попытались бы найти тигра И с помощью тигра попытаться убить козла Я думаю, это был бы мега хайп Беда в том, что летучая мышь летает днем, и при этом не может летать, она просто ползает по земле Я все еще могу удивляться таким вещам Он заходит в какую-то комнату, это какая-то тестовая лаборатория, и снова он Хорк Бахир какого-то убивает Вот просто что это такое Опять Хорт Бахир Форт Боярд, это не Хорт Бахир Он освобождает животных из-под стражи Хорт Бахир Этого стремного панка гуся Гуси панк Панка гусь Панка гусь, панка гусь, работяга в чат ворвусь В этой игре, походу, даже есть какой-то сюжет, и тут он с помощью летучей мыши проходит какую-то мини-игру Хорк Бахир это террористы, ну да, вполне возможно Но мы не будем, думаю, смотреть 40 минут вот это, я думаю, мы будем смотреть около 30 минут это Я думаю, что, естественно, спидран быстрее закончится, если закончится, потому что... Потому что прошлая игра не закончилась Потому что в прошлой игре все возможно И тут вот мы смотрим на эту мини-игру Походу, летучая мышь летает в компьютере, потому что тут какие-то шнуры извивающиеся, микросхемы Какая-то штука ползает вот красная на робота, похожая на вирус В чем конечная цель игры убить... Убить всех животных Убить животных, да Я не знаю, вот просто это... Без комментариев, ребят Но пока что, опять же, проходит этот непонятный уровень с мини-игрой В компьютере, где летает летучая мышь Может, как вообще летучая мышь залетела в компьютер и как вообще в компьютере может быть exit? Как в компьютере может быть выход? Это вообще тахон Ты летал когда-нибудь в компьютере? Я бы подсказал тебе, под чем я летал, но... Погинул Нет, в компьютере ты летал? Вот, ты вот... Летал ли ты в компьютере, скажи мне? Летал ли я в компьютере? Ну, когда я был маленький, я пытался в него залезть И как-то раз я взял свой старый Pentium 3 и сел в него и прокатился на нём по лестнице Я думаю, это считается... Но, так как ты в нём не летал, ты не можешь знать, есть у тебя exit или нет Поэтому он вполне может там быть А долго ещё будет трэш Бэдлак? О, Бэдлак, да, его убили Долго ещё будет у нас трэш? Это последняя игра Из-за блока трэш-игр Да, на ютуб-канал, естественно, будут выложены повторы после конца марафона Да Нам подсказывают, что Хорк Бахир — это раса пришельцев из вселенной Аниморфуса Спасибо большое, мы этого не знали Вот, он снова проходит эту непонятную мини-игру То есть это животные, которые принадлежат только этой вселенной? Окей Он провёл только что умер этой летучей мыши в этой мини-игре Я знаю, что игры по фильмам — это обычно плохая идея, потому что они получаются плохими А игры по сериалам — это вообще просто руть И вообще по Аниморфам, по-моему, даже книги написаны И вообще оригинальная вселенная — это по книгам вроде бы как Или вроде бы сперва был сериал, потом книги, я не знаю, я не фанат этой вселенной Нет, стримеру, я думаю, не было стыдно заявлять эту игру Не стримеру, а спидранеру Я думаю, он заявил её, потому что, ну, just for lulz во имя великих лулзов, конечно же Сейчас его на самом деле в студии, можете видеть, смотрит очень много людей, как проходит вон эту игру И все просто ловят лулзы, все смеются, всем весело Ну, по сути, игры именно для того и были созданы На ютубе повторы будут после окончания самого марафона Оооо, в третий раз он умирает Хотелось бы также задать вопрос чату Мистер Нехороший 93, ты все еще здесь? Мне просто интересно Что ты мог выстрелить? Объясненно не, потому что мы в этом встали Ооо, это правильно, он встал тебя в здесь Итак, лучшая часть о анаморфе Это... Почему? Это хитбокс этого Да, хитбокс очень странный у этих предметов Да, вот как, как Там просто пикселей 10, наверное, хитбокса от самого предмета Поэтому он должен уйти все три жизни здесь Ооо... По поводу того, что можно ли курить в ГЛХФ электронную сигарету, я не знаю Приходите в ГЛХФ Ну, я видел, что курят Ну, вот говорят, что вроде курят Вроде бы как не запрещено уже такое Да, я скучился по тебе, да, мой сладкий 93 Иди от своего подела Ну, он все еще проходит, этот непонятный летающий компьютер Летает в компьютере, компьютер в летучем... Да, тьфу, наоборот, лютый чаймыш в компьютере Ээээ... Надеюсь, он не умрет больше Потому что он так уже раза три умер А я думаю, нашим зрителям, многоуважаемым, уже надоело смотреть на этот... Эээ... Лютый... Непонятный шедевр... Шедевр... С тентаклями Эээ... Дикабрь Астак, у нас выражаться они... Не Элися... Почему? Ну, как бы... Ну, ладно... Не, не, согласен, поигнару Поигнару Не, ужас... Вообще, он убивает этого... Похома Опять он не может убить эту... Похома Это похом Не, таксун? Походу правильное надо его назвать Давай, давай, это он такой ревотаж Давай, лев, тащи, лев Лайон, ты сможешь... Save the Lion, kill Pahom! Давай, Леон! Давай, Лев! Змея, пожалуйста! Обезьяна, обезьяна! 16 хп, пожалуйста! Слон! Нееет! Лев не затащил! Кошмар! Вот в этом как бы... Обида. И снова мы смотрим на то, как летучая мышь летает в компьютере. Вот просто... Pahom это PG0. Это все-таки имя или псевдоним актера. Так что все в порядке. Хитбокс. Снова умер. Попробуем. Попробуем. Ха-ха-ха-ха! Нам говорят, что таксон это огромная сороконожка с жртом кольцом. Окей. Попробуем. Итак, ну мы до сих пор пытаемся пройти этот несчастный уровень с полетом в компьютере. К сожалению, сохранение только перед этим уровнем. И сразу же после этого ужасного уровня нам надо убивать этого Pahoma Pahoma. И сам даже... Сам Кейзарон, спидранер, не знает что говорить. Потому что, ну, как бы... Вы сами все понимаете. О, хорошая! Спасибо всем, что сделали AGDQ так круто! Мы не получаем эту борьбу снова. Мы просто умерем. О нет, это будет случиться. О, мой... О, мой... Летучая мышь умерла. Давай, Лев! Лев, пожалуйста! Лев, Лев, не умирай! Давай, Лев! Давай, Лев, давай! Пожалуйста, Лев! Оооо! Змея умирает быстро! Это все! Панч! Нет, нет, он даже и близко не подошел к тому моменту, как он... Ребят... Это пятый! Спешл-ээджент Фокс Молдор. Ему приснился сон, что в ГЛХП случилась драка между поездом и еще кем-то. Мне так приятно читать о том, что я к кому-то снюсь. У нас вчера был... Донейшн бит на самом деле. Донейшн... Да, у нас... Типа... Как это... Поисонс Фейс слепт Квик. Кто-то предложил это, я точно помню. В чате. Предлагали ударить меня по лицу на вебку. Сумма была 3000 долларов. Естественно, у нас таких денег нет. Поэтому... Какой шанс победить в том бою? РНЖ, чисто РНЖ. Повезет, не повезет. Шанса как такового нет. Я пойду, наверное, выпью немножко компота. У меня немножко пересохло, немножко в горле. Компота? Да. У меня в этой бутылке компот, я его еще вчера приносил. Кто-то, кстати, в чате шутил про виски с компотом. И виски с компотом это... Определенная локальная шутка в определенных кругах, которую знают далеко не все. Но вчера я видел, что кто-то про это шутил. Хорош компот. Да, вкусный компот. Вау. Господи, сколько у нас тут бутылок пустых валяется. Из-под газировки, из-под воды. И все еще хуже. Не получается никак пройти у Пахома. Гейзерона пройти Пахома. Пахом слишком силен. Сможешь ли ты с ним совладать? Кажется, это будет шестое прохождение. Шестое прохождение. Да, у нас тут на самом деле сильно сдвинулось расписание. Поэтому... Age of Empires и GTA 3, а также Dragon Age Origins нам придется подождать. И так он по новой стартует эту игру. И так он по новой стартует эту игру. И так он стартует игру по новой. Пожалуйста, не надо, не надо. Вообще не знаю, почему он не пользуется пароль. Я не знаю, мне нравится эта игра. Но, по крайней мере, на нее приятно смотреть. В ней есть шарм покемонов. То есть, по сути... Суть-то примерно та же на самом деле. Это JRPG со сменой, скажем так, ключевых персонажей. Он должен ее пройти, ну или по крайней мере 40 минут с ней повозиться. Да, хотя бы 40 минут повозиться с ней. Дело вот в чем. Я скажем так, открываем сейчас... Привет. Вот ему привет, ему привет. Да, да, да. Ему привет. Суть в чем... В этой игре есть позитивные стоны. Он еще и софтлокнул игру. Он засофтлочил игру, надо же. Серьезно. Давайте еще раз. Это называется... Это то самое то, что... Спидранеры называют Marathon Lock. Marathon Lock это такая вещь, которая... Да, марафонская удача. То, что происходит у тебя на ранее, никогда не происходило на тренировках. Но обязательно на марафоне это произойдет в прямом эфире. Ты обязательно на чем-нибудь запоришься на том, что у тебя всегда прекрасно получалось. Элис Боди Куин говорит, что чувак рандомом жмет на удар... Я думаю, что он делает все правильно, потому что все-таки он не просто так сюда приехал. Он не рандомно подобранный с улицы человек. Которого посадили играть в эту игру. Я уверен, что... Скорее всего, он знает, что делать. Нас хостит Sunbrook, кстати, теперь. Я замечал, кстати, нас хостит... Время от времени довольно много людей. Окей. Круто. Я никогда не видел этого Хоркса в начале. Да, это реально круто. Я жюю, что я практичу это. Никто не практичу это. Да. Итак, Sunbrook движется быстрее, чем все остальные морфы. Так что это очень интересно. Если вы прислушаетесь, там весьма забавный саундтрек, довольно-таки на 8-битный. Да, я не понимаю, почему. Угу. Все в порядке. Неизвестно, сколько он тренировался перед стримом, но, как вы видите... Он очевидно тренировался, поверьте. Да. Не знаю, если бы вы взяли, или я взял эту игру в первый раз в руки и... Вот увидел бы вот то, что произошло вот недавно, да, то есть... Я дошел до какого-то монстра, пытался его убить трижды, и у меня это не получилось. Я бы просто дропнул эту игру. Кейзарон, очевидно, знает, что эта игра проходима. Что тот момент, который... Собственно, с вот этим вот Тэксоном, да? Который... Тахоном. Тахоном. Что он, очевидно, проходим. Что... Игра не просто так. Скажем так, это всего лишь RNG, это всего лишь случайность. Ой, да. Господи, это... Это божественная игра. То, что происходит сейчас на экране, должно было происходить десять минут назад. То, что происходит сейчас на экране, должно было происходить десять минут назад. Да. Да. То есть, он натягивает... Убивает, то есть, всех животных подряд. Весьма очень легко. Пытается козлом убить слона. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Обезьяна пытается убить слона. А теперь собака-собака пытается убить слона. И слон побежден. Покемоны... Похоже на покемонов. Я уже говорил об этом. Суть та же. У тебя есть животные, ты выкидываешь их в битву и бьешься с другими животными. Ну да. Примерно то же самое. Примерная суть покемонов. Черт, это мы же... Это же мы сейчас опять лететь через этот... Через этот компьютер. Компуктер, да. Компликудахтер. Гамбибастер. Покемонина... Покемон мастер. Ахах. Давайте посоревнуемся в том, кто смешнее назовет компьютер. Да. У меня, кстати, возникал вопрос для тех, кто смотрит наш марафон с самого первого дня. И до этого не был знаком со спидранами. Возможно, такие есть. Какие из спидранеров вам наиболее запомнились? И вообще из спидранов на этом LGTQ? Когда ты фанил Морф, ты не можешь играть опять, пока ты... Я думаю, ты расстался. Хорошо. Керва будет спросить, чтобы вы делали. Да. Так, это было много времени. Нет, ZXY, на самом деле настроение у нас действительно хорошее. И у комментаторов на основном стриме, по-моему, тоже оно хорошее. Они просто фанятся и все. Да, здесь ничего серьезного. Здесь ребята просто проходят трешовую игру, которая иногда непроходима. Вот, когда она захочет, оно непроходимо. Такое бывает. Контрамбудастер. Хех. Мексиканец топ, согласен. Лягушки и тоннель без газа. Все вспоминают ран Мексиканранера. Да, он был великолепным. Вот, собственно, на нем был безумно лютый хайп. Ой, пердеть, пожалуйста, не надо в микрофон. Я обращаюсь к Кизаруну. Крэйзи такси коляска 2000, да. Крэйзи такси хорош был, да. Да, когда он на рикшу... Ну, Кизаруну. Так, он пытается выиграть львову льва. О, вау. Эти львовы. Львовы. Так, ему нужна летучая мышь. Да. Он получает летучую мышь. Он сейчас пытался убежать от львов, чтобы они его не победили. Тони Хак Андеграунд 2 тоже был хороший ран, я считаю, да. Обида, на самом деле, что это был классический режим, потому что сюжетный режим, я считаю, в Андеграунд 2 получше. Да. Ну, также стоит отметить, что Тони Хак Андеграунд 2 все-таки победил в Войне Ставок костюм Шрека, и поэтому проходили под саундтрек из Шрека на репите постоянном и в костюме Шрека. А какой фейл был на Half-Life в конце? Потому что я... Я не помню, я не смотрел ХЛ, второй спидран, и я спал в это время. Я тоже спал в это время. Поэтому, уважаемый чат, подскажите нам, что было за фейл в конце спидрана. Да, что за фейл был на Half-Life. Записи будут, обязательно будут, скоро появятся. Это мы вам обещаем. Да, лягушки были топчик. Это да, это прям... Вот это лягушки вчера были просто... Пушка, просто самолет. Пусть и были фейлы, но Mexican Runner, кстати, пообещал, у него не получилось пройти все-таки этот туннель с закрытыми глазами на марафоне, но он пообещал, что он запишет видео, и нет причин ему не верить. И скорее всего, кстати, вполне возможно, что он сделает это на марафоне просто немного позже. На спидране Half-Life он что-то сюжетное в конце не собрал. А что там надо было в сюжетное в конце собирать? Я знаю, что он кубик Рубика собирал. А, в конце сценах он собирал четыре раза и собрал кубик Рубика, нам это говорили. Раннеру пришлось ноу-клипом пройти через ворота, он не мог триггернуть клип. Ну, ага, понятно. Бар не засуфтлочился. Всё, спасибо. Всё, понятно, понятно, да. Спасибо. Итак, пока мы летим эту игру... Окей. Великолепная распевка. И юморок. Но он прошёл только что весьма сложный хитбокс. Сцена во время Kingdom Hearts, и именно пение во время Kingdom Hearts тоже, да, очень запоминающийся момент. Half-Life 1 не было и не будет. Не было и не будет, да. Боши в зелёном шаре. А, да, вот Past Lore вспоминает, как Wolfenstein's Old Blood долго пытались проштурмовать стенку, и это не удавалось. Да, это было весьма эпично, он в эту стенку зайти смог только шестого раза. Ну, фейлы были, фейлы были у всех. Например, тот же самый Exion Verge, где... Раннер... А, нет, он опять на нём! Так. Слово на Пахоме, у него 68 секунд, но у него... 68 хп, но у него три полных... Три полностью живых животных. Давай, кенгуру, давай! 32 кенгуру, давай, 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 давай! Да! Спорlik eles падают! Здесь зал ликует! Здесь зал ликует! Здесь зал ликует! erta년 сидим по дымаммам! А это была только первая миссия! Это была только первая миссия, у нас уже 27 минут У нас осталось 13 минут на прохождение этой игры. Если ее вообще можно так назвать. Да, каждый год летом и зимой всё правильно. Геймдан Квик, да. Проехали,лlesia... Итак, это вторая миссия. Это, наверное, самый длинный миссия. Да, очень много. Да. Ты довольно-таки пошел на большую коллекцию эго. Но... Он говорит о том, что, чтобы пройти эту миссию, нужно иметь почти что всех животных в своей коллекции. Весьма сложная миссия. И надо посетить все места, в том числе и школу. И он не знает, кто, блин, ходит в эту школу, но как бы вот эта школа. Вот книжки, вот, не знаю, классы, которые надо ставить. Нет, это те классы, в которых надо заниматься, господи, да. Опять шуточка. Да, на самом деле, что-то в этом году у нас денег как-то маловато, всего лишь 450 тысяч долларов. Это пока что, да. Это пока что, да. Я думаю, сегодня на GTA 3 будут хорошие донаты. На Dragon Age Origins, я думаю, будут хайповать. А когда завтра будет спидран двух Diablo, первого Diablo и Diablo 2 The Lord of Destruction, тогда будет нереальнейший ажиотаж. Я это просто вангую. Сегодня на Castlevania, кстати. Да, 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 да. Castlevania вообще любят спидраннеры и... AGDQ тоже любят Castlevania. Майнкрафт не включен в дисциплину спидрана, вы еще туда, не знаю, про доту пошутите, что ли? В смысле, Майнкрафт не включен? Разве не включен? Есть два спидрана по Майнкрафту. Серьезно? Да. А, ну ладно. Один на выполнение всех ачивментов, на прошлом AGDQ он даже был. Один на выполнение всех ачивментов и другой на просто прохождение игры. Хорошо, я не знал, просто я с Майнкрафтом вообще никак не дружу. То ли дело православный копатель. Origins будет после... Как же эту игру-то называют, господи? Age of Empires, которая будет следующей игрой. То есть сейчас мы проходим аниморфов, потом будет Age of Empires, а после этого у нас будет Dragon Age Origins. И мы снова будем летать в облаке из пчел, да, да, да. Нет, в Тиране нет в спидранах, насколько я помню. По крайней мере, на AGDQ я ни разу не видел. Если вы хотите узнать, есть ли спидран по той или иной игре... Я уже просто заколебался это говорить. Зайдите на сайт speedrun.com и проверьте там, там есть удобный пояс. Зайдите туда и посмотрите. Игр слишком много, а каждой игре, есть ли на нее спидран или нет, я не могу знать. Поэтому зайдите на сайт speedrun.com, проверьте там. Голден Сплит, как можно пройти Майнкрафт? Ну вот как... Зайдите на сайт speedrun.com, введите Майнкрафт, найдите там оба спидраны и посмотрите, как можно пройти Майнкрафт. Ну или просто по-быстренькому убить дракона. Да, концовка игры канонична, это убийство дракона. Да. Из Рузван меня раскусил. Мне приходится сидеть на одноклассниках, потому что бабушка моя хочет со мной общаться. Она только в одноклассниках сидит? Да, она только в одноклассниках сидит. Хорошо, что мои родители не имеют в интернете. Предложить WoW на выполнение всех ачивментов. Я уверен, что это уже тоже было и... Предлагали, предлагали. Предлагали, но это в рамках HDQ не особо удобно, потому что это слишком долго. Это на весь день пришлось бы спидранить WoW и наверное бы спидранер, который этим занимался, не знаю, умер бы. Ну все, дальше уже петросянство идет в чате. Я уже перестаю отвечать на вопросы в чате. Оставляю это дело поизону. О да, это моя стихия. Вы сами напросились. Калоизвержение в чате, это по мне. Обливион. Обливион спидранят с помощью абьюза скумы. Делают баг на абьюз скумы, то есть... Или ООБ, Out of Buns. Out of Buns, да, за 5 минут буквально проходится. Да. Там в самом начале игры, после того, как главный герой выходит из канализации, он просто взлетает наверх и телепортируется в финальный уровень, финальное сражение с боссом, в котором, по сути, делать-то я ничего и не знаю. Просто посмотреть кат-сцену и все. А люди, я смотрю, у нас потихонечку просыпаются, уже 1400 человек у нас на стриме. 2800. Отвечаем снова, записи на ютубе будут, после, собственно, завершения самого марафона. У меня, кстати, большое желание починить этот пневматический пистолет. Да, я вчера об этом думал. Потому что у меня есть руки, которые растут из плеч, и я как бы занимался пару раз таким, что чинил пневматы. Это, вот мне интересно, это, походу, пневмат именно. А, нет, он пульками стреляет. Поговариваешь, что это не пневмат, а пушка для лазертага, на самом деле, вчера выяснили. Да, и там стоит. А зачем тогда тут обойма? Видимо, для красоты. Хотя, может быть, он универсальный. Нет, обойма. Это и пушка для лазертага, и с него можно стрелять обычными пульками. Во всей видимости. Ну, починить, в принципе, можно. Моровинда нету, потому что нету. А, тем временем, опять Texan. И быстренько всё пройдено. А, очередная мини-игра, да, закрота. Тут надо перепрыгивать через всякие штуки. Камера двигается сама, поэтому игроку просто надо... Прекрасные прыжки, он просто плывёт по воздуху. Это что ещё за голова? Неважно. Геркат, куда тебе надо зайти? Под твичем есть все ссылки, собственно, на Golden Split, на Games Done Quick. То есть, если посмотреть расписание, заходи на Golden Split. Если тебе надо посмотреть, узнать информацию по тому или иному спидрану, заходи на спидран. Спидран.com. Да, спидран.com. На чем трэшблок окончается? Это последняя игра трэшблока. Спидран.com. Спасибо, деликатес. Мне не особо интересно ММО, и ММО непригодны для спидранов, я считаю, и это так себе идея. Спидран должен быть быстрый, ну, кроме спидранов, покемонов и любых других, это же RPG. Спидран делается на скорость. ММО РПГ на скорость не рассчитаны. И кажется, у нас ещё один неубиваемый тэксон. Тахун, Пахом. Но у него всего лишь 80 хп. Оп, оп, оп. Собака его, его собака, убивака, заовнила. Они где-то на подземной базе, где вот эти вот пахомы сделали себе базу. Они там обитают и пекут сладкий хлеб, чтобы поработить человечество. Но собака их разгрызает просто на раз-два разносит. Здесь нужно немножко пахомчиков завалить, чтобы пройти чуть дальше. В общем, он говорит о том, что можно пропустить вот эти вот пульты, которые он активирует. Про спидраны, доты, и вчера, и позавчера, и вообще с первого дня у нас отвечали просто нон-стоп. Сейчас будет босс, да. Даже какие-то люди... Сколько раз я ответил вчера про спидран доты, я не то чтобы вчера ответил про спидран доты, я на протяжении всего EGDQ 2016 отвечаю про доту. И вот эти вот шутки про то, что Каспер это тот самый Каспер, ники разные, ребятушки, ники разные. У него с буквой С, у меня с буквой К. У него три буквы Р, у меня одна буква Р. И да, про спидран доты я уже просто язык стер говорить. Да, есть спидраны доты, ищите на спидран.com. Итак, третья миссия, подводная база. Итак, здесь идет миссия 3, и для тех, кто спросил, если это будет спидран, мы имеем спидран. Так что вы должны увидеть его здесь, в самом деле довольно круто. Так что вы должны получить довольно полезный морф, который называется Вальрис. И тут, итак, он говорит о том, что этот уровень проходит весьма быстро. Главное знать, где скипануть. И для этого нам нужно специальное животное, он называл это животное Японус. Тюлень. Тюлень? Да. Причем он сказал, что бесполезное животное. Тюлень. Морж, морж. Just Random User Name, расскажите, пожалуйста, про обуз скумы в Oblivion. Заходите, пожалуйста, на сайт speedrun.com, там все про это написано. Нет, на самом деле, вкратце я могу объяснить. И просто главный герой может выпить только две бутылки скумы за один раз. Но если запихать две бутылки скумы в слот быстрого использования и, собственно, из инвентаря, то можно выпить целых четыре бутылки скумы одновременно. Ну или как-то так, я примерно рассказываю. И обуз заключается в том, что ты передвигаешься с четырехкратной скорости. Собственно, таким акаром ты можешь употреблять скуму постоянно. Как только она окончается, ты ее еще раз употребляешь. И постоянно бегаешь с четырехкратной скоростью. Гот-гоу-фэст. Гот-гоу-фэст. Итак, сейчас мы видим то, что нам нужно получить этого дельфина. Нам надо было получить этого дельфина, но нельзя нам надо было прыгать в воду. И надо было ждать, пока дельфин сам не соизволит подплыть к нам, чтобы получить форму дельфина. Он, по-моему, пошутил про диарею, но я просто не знаю. Я не думаю, что я впервые победил с волрусом. Да, это ужасно. Я никогда не знаю. Линкстар... Почему он должен спамить, чтобы его заметили? Линкстар, комментатор, заметьте меня, спидрава Метеороид PC2 был отличным. Окей. Окей. Окей, мы тебя заметили. Хорошо. А я реквестую в чат, я вызываю в чат нехорошего человека 93. Нехорошего человека 93, пожалуйста, отзовись. О, Экоза Долфин. Мы же вроде другую спидраве. И потом ты не кончишься. Господи, когда она уже кончится? А мне нравится. Я не знаю, почему вы находите в ней только плохие вещи. Мне нравится. А почему гусь Гидра всегда разлетается? Ну, не знаю. Разлетается. Ну, потому что надо... Не знаю. Какой-то сломанный гусь. Неправославный. О, пришел Тезура. Показывает нам смайлики UAMC. Привет, Тезур. Сейчас мы закончим спидранить вот этот вот невыносимый трэш. После этого мы позвоним тебе. Я всегда боюсь, что я потерял пыль. Да. Я не думаю, что я это делал до СГД. Правда. Хороший вопрос. Сейчас, сейчас, сейчас у меня телефон под карманом. Показывает. Ой. Сейчас 14.25. Обалдеть. Как же сильно мы выбились из времени. Половина третьего, да. Час назад должен был начаться спидран на Edge of Empires. А, да. Да. Сейчас уже должен начаться спидран Dragon Age. Да. А мы еще, еще, еще эту не прошли. Какой самый необычный спидран по нашему мнению? Хатлайн Майами, кстати, был. Да. Какой самый необычный? Слушай, интересный вопрос. Какой самый необычный? Привет, Сайрус. Здравствуй, Сайрус. Да, привет. Какой самый необычный спидран, интересно? Интересный. Какой по твоему самый необычный спидран? Ну вот, на самом деле, этот вопрос заставил меня задуматься. По мне, так, самый необычный спидран, из тех, которые были, был по мне так, Сома и Амнезия, машина для свиней. Потому что, ну, мне очень нравится, как спидранеры летают на свиньях. А по Соме, ну, ой, не по Соме, не по Соме, а по Outlast. По Outlast, прошу прощения. А по Outlast, по Outlast, то мне просто очень нравится вот эта кат-сцена, которую спидранеры скипают, когда главным героем пальцы отрезают. Дед, да и дед, который доедает твои пальцы. Да, и про это чуть легче. Я отмечу, что из тех спидранов, которые уже были, самым необычным для меня показался спидран Transformers Devastation, где мистер Half Coordinated проходил его одной рукой. И из тех, которые будут, сегодня в 21, ну, где-то в 10 с лишним, будет Super Punch Out, который будет комментировать вроде как Тезура, и Mike Tyson's Punch Out. Mike Tyson's Punch Out будет проходиться с повязкой на глазах. Слепую. Это очень великолепный ран, на самом деле. Посмотрите, Sinister, собственно, будет проходить с завязанными глазами. Шикарный очень ран. Мне в прошлом году он еще понравился безумно. И вообще крутая вещь. Почему не подвезли бедьмаков? Потому что никто не предложил их проходить, вот и все. Да, вот и все. Никто их просто не высоизволил. Не появились раннеры, которые смогли приехать, которые смогли проходить... А, Goof Troop, да, очень интересный был ранн. В том плане, что два геймпада у одного человека в руке тоже великолепно. Шарк. Давайте все-таки досмотрим прохождение. Да мучаем, он уже, кстати, на минуту выбился из эстимейта. Уже 41 минута проходится. Одной рукой, Изи, в CS GO есть человек, который вообще без рук проходит, инвалид. Я вам должен сказать, что есть даже человек, который спидранит... Спидранит? А, нет, не спидранит, просто проходит игры полностью вслепую все, потому что он инвалид с рождения, он слепой. И играет в игры именно по звуку. Вот это вот по мне так... Говорить о том, что... Ох, Изи! Попробуй сам это сделать. И говори, Изи это или нет. Есть один чел. Вот этот чел может быть и... Для него и Изи, а вот... Довейся! А потом, как говорится, вот это вот делай. Здесь же как бы не просто так люди приглашены. Люди профессионалы своего дела. О, в кое-то веке пришел мой любимый нехороший человек 93. Привет, нехороший человек 93. Он побил акулу. Побил акулу. И теперь с помощью акулы он будет плавать как... Теперь нужно идти в пещеру, чтобы он был в пещере, чтобы он был в пещере, чтобы он был в пещере, чтобы он был в пещере. Надо залезть в пещеру. Пещера на воде, окей. На самом деле сейчас даже комментировать практически нечего, потому что, ну, плывёт акула и плывёт. Снять же RPG, да. Даааа. Они очень трудно видеть на моем ТВ, так что это очень приятно увидеть, где они находятся. Так что, после того, как он был в пользу, он всё опошлил. Я пойду к третьему боссу, чтобы мы могли его увидеть, и вы не сможете увидеть четвертую. Но вы не сможете обязательно идти в битбиг.нет. Дааа. Это, это пока всё ещё спидран, он всё ещё пытается пройти игру быстро. Вот он, собственно, ещё какого-то инопланетянина убивает. Блладисамура 93, а ты не завидуй, ты не тот нехороший человек 93, который мне нужен. Не твой, вот ты и бесишься. Да дождитесь, пока я уйду, и выясните отношения уже. Мне неуютно от этого. Сейчас начнём просто... На Castlevania и буду сидеть один. Закроюсь тут и буду её комментировать в одно лицо. В одно жало. Age of Empires будет следующей игрой, но где-то минут... Ну я надеюсь, минут через пять он закончит спидранить аниморфов. Боже. Плывёт, 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 плывёт. О БОЖЕ! Он плывёт, 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 плывёт. Всё правильно. Каланаги. Именно так это и происходит. Да, не все игры настолько интересные и весёлые, как Батл Полтс. С завязанными глазами. Мне кажется, он сейчас просто бросит этот ран. Вот если он сейчас проигрывает, он бросает этот ран, мне кажется. Нет, но всё-таки сбежал от него. Вау. Нехороший Л-93, Блади Самурая только что покарали наши в связи сущие админы. Итак. Лиран. Лиран это краб что ли или чё такое? Лиран это... не знаю. Гаун Шарк. Гаун Шарк. 180 хп. Он только что замочил дельфина. Но акула его сейчас по идее должна натянуть. Акула атакует панчем причём. Панч, да. Чем она бьёт? Не знаю. У неё из пасти кулак такой. Пуф. Плавник. Плавник. Сворачивается в рулон и бьёт. Зет Экс вайт пытается шутить про боку на пиках. Да. Дупойно да. Всё, время, время. Показывали время. 44 минуты 50 секунд. Он не прошёл игру до конца к слову. Да. И стимейт 40 минут заявленный, ну, господи, давайте порадуемся просто за то, что эта игра в какой-то веке закончилась. Привет и команде аниморфов, говорит им спасибо за то, что они аниморфов, как ни странно. Ну и следующей игрой у нас будет Age of Vampires, я к тому времени уже уйду, я наверно не знаю, что я не знаю, что я не знаю.